всем привет тонкий низконапорный канальник толщиной 185 миллиметров толщина 185 185 вот дренажным насосом со встроенным вот выход дренажного насоса блок сейчас перевернут и вот лапы крепления вот трубы подключения вот если мы не хотим использовать дренажный насос то пиптики выхода конденсата с одной и с другой стороны вот фильтр сзади фильтр можно снять родной родной фильтр он снимается вот так вот легосенько фильтр выкидываем внутри изоляция для трубы и гаечки наши гаечки так и он еще перемычкой вот такие перемычки не советую выкидывать пусть не останутся и хомутик для подключения дренажной трубки так смотрите вот это вот крышечка переставляется вот сюда чтобы забор был не сзади а забор был сверху всего 5 саморезов 5 саморезов и соответственно крышечка просто представляется с одной точки в другую так сейчас мы быстро открутим сейчас открутим так сейчас отключу так крышечку открутил крышечка 5 саморезов вот она просто в бок уходит вот такие крепления и вставляется вниз вот те же отверстия до сюда двигаться в бок и все и у нас те же 5 саморезов 5 отверстий тоже мы их не крепим мы не крепим вот какие-то саморезы ки это пока закреплю так остальное потом приключу смотрите вот еще хотел показать как переключить напор вот со стороны платы управления вот адм сэра блок блок с от и двигателем если сзади скобочках д то этот д д д ц двигатель для двигателей отце чтобы переключить напор нужно вот это вот вот эти фишки белая фишка белая фишка это напор 0 паскалей красная фишка 30 паскалей то есть просто переключаем вот на вот эту фишку и все вот она идет мотору две вот эти фишечки смещение обмоток идет вот это если шоу дренажный насос питание на дренажный насос пошла вот и просто фишечку меняем и у нас 30 паскалей вот кстати для инспекции дренажного насоса вот отсюда он выходит для инспекции можно просто открыть вот эту вот крышечку и посмотреть вот туда и видно он крутится или не крутится вон его обратим катушка вот и все это для инспекции дренажного насоса чего это все раскручивал вот для вот этого это есть декоративная панель p1 b 890 но это 890 она идет для блоков с 5 с 0 52 модели с полтора киловаттой до до 162 до 4 с половиной киловатт свыше 182 модель и 242 это 5 киловатт и 7 киловатт там где идет уже панель 12 10 но это по размеру то есть блок просто длиннее если здесь дробь d то это с цифровым дисплеем на морде будет еще цифровый дисплей с приемником сигнала так вот что вовсе собственно здесь что собственно здесь здесь две панели две панели сейчас я их достану так вот достал эти две панели собственно вот панель с фильтром и панель с самими жалюзями смотрите здесь в комплекте тихо переставлю в комплекте еще что у нас сама инструкция что куда и куча саморезов и и вот очень самое важное обратите внимание но это итальянская версия просто обратите внимание куда и подключать на какие разъемы это касается мультизональной мультизональной системы в принципе там не ошибетесь два синих и один белый разъем и надо будет еще убирать перемычки какие перемычки если что звоните в техподдержку скажем какие убирать на плате там зависит от кода платы чтобы все работало и и верхней свинки и ниже так теперь панельки сейчас покажу еще так а вот они сами панель вот сами панелька это фильтр фильтр и жалюзи интер в принципе я думаю никаких проблем не будет там смотрите вот эти 8 саморезов и сколько там их вот они тут как бы отверстия эти а или вот на эти вот на внутренние отверстия подключается на внутренние отверстия на то есть там разберетесь нам когда поставить этом в принципе будет четко видно и вот она панелька сама с жалюзами вот сзади вот моторчики 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 здесь один здесь два с другой стороны и вот он кабель вот два моторчика жалюзи горизонтальная один моторчик жалюзи вертикальная сейчас покажу куда их подключить на плате на плате подключить вот плата давайте сейчас раскручу так вот раскрутил собственно так смотрим подключаются они там вот вон синенькие разъемчики синенький разъемчик и вот тут от один беленький вот синенький один беленький один и синенький там вдалеке другой вот перемычку если что убирать зависимости от платы вот они посередине перемычки вот там какой цен не вижу цен 36 по моему вроде бы вот и вот какая то вот вот это перемычку надо будет просто убрать и тогда все заработает вот она как раз возле светодиода аварийного вот если так посмотреть на плату вот эти ну и вы будете верно а метра смотри вот подключение сверху перемычка левый нижний угол это подключение сейчас попробую его подключить и покажу как она уже будет готова выглядеть так здесь в этом вот раз два три 4 5 6 вот его здесь повесил и вот собственно такая панелька защелочки идет немножко стричим вот фильтр кстати здесь хорошие так но у меня оставалось 8 саморезов вот я собственно прикрутил и вот эту еще и все и ну вот как то там отверстие до хрена в какой получится в той вкручивать единственное что когда вы будете вкручивать это уже на готовые воздуховоды то это все нужно делать наверное другими саморезами и изнутри 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 отверстия то есть давайте я посмотрю разрежу это покажем сейчас посмотрим посмотрим сейчас еще здесь он мои саморезы торчат вон саморезики мои торчат которые я туда вот то есть отсюда снимите жалюзи вот эти пластик снимается и отсюда заводится ну мы как-то пробовали как-то пробовали уже так и подключать поэтому оно неудобно но есть маленькие тонкие отверточки маленькие пупсички либо же еще что-то пупсички сейчас я покажу вот такой пупсик он четко в принципе вот влазит влазит ну есть пупсики побольше конечно или есть угловые соответственно насадки для шуруповерта то есть как-то в принципе можно это все подключить но все реально все реально так что вот так вот она вот выглядит панель декоративная для канальника гостиничный вариант ну